Быстрее, выше, сильнее. Этот спортивный лозунг как никогда актуален в наши дни. Пожалуй, уже практически не осталось человека, который не слышал бы аббревиатуру ЗОЖ, или попросту «Здоровый образ жизни». И всем, кто идет по жизни со спортом, будь то профессионалы или любители, посвящен День физкультурника. В Ленинском районе его отпраздновали на стадионе Винновской школы номер 7. По традиции торжество открылось гимном Российской Федерации. Далее последовала официальная часть, где представители власти нашего муниципалитета вручили почетные грамоты тем, кто работает на благо спорта. А также поздравили всех присутствующих с этим знаменательным днем. Не один год вместе с вами мы празднуем День физкультурника. И сегодня по поручению главы Ленинского муниципального района Валерия Николаевича Венцеля я приветствую вас и поздравляю с этим замечательным праздником. Праздником здорового духа, здорового тела и здоровья в целом. Ура! И, конечно, праздник немыслим без состязаний в самых различных видах спорта. Одним из них стал зрелищный стритбол, разновидность баскетбола. В команде играют по три человека и забивают в одно кольцо. Сегодня на площадке Руслан Матюхин, который уже 15 лет в баскетболе. И не мыслит жизнь без регулярных тренировок. Спорт – это жизнь, в первую очередь. Это отличное настроение всегда. Это здоровый образ жизни. Это без алкоголя, без курения. Нужно заниматься спортом любому. И с детства прерывать, и выбирать ребенку своему то, чем он хочет заниматься. И помогать ему это. Гости праздника могли вживую увидеть увлекательное состязание на шпагах. В Ленинском районе современных мушкетеров растят в Центре культуры, спорта и работы с молодежью мечта. Кристина Сланова занимается здесь 4 года и не пожалела о том, что остановила свой выбор именно на игре аристократов. Так еще иногда называют фехтование. Ну, фехтование – это достаточно редкий вид спорта. И он самый интеллектуальный, интересный. Это борьба, у тебя в руках оружие. И вот ощущение того, что ты дерешься с кем-то – это очень интересно. Помимо соревнований на стадионе каждый мог попробовать свои силы и сдать нормативы ГТО. Сергей Грещенков показал отличные результаты, заметно превосходящие усредненные показатели его возрастной группы. Он яркий пример человека, который ни дня не проводит без спорта. К спортивной волне приобщился достаточно давно. Шести лет занимаюсь спортом. Кандидат в мастера спорта по нескольким видам спорта. Сейчас мне 42, но тем не менее продолжаю плыть на этой спортивной волне. Так как давно сам с собой договорился, что спортивная волна в моей жизни будет присутствовать всегда. Плыть по волне спорта действительно может каждый желающий. Сейчас созданы все условия для занятий физкультурой. Строятся новые стадионы, площадки, открываются секции. И сложно не согласиться с мнением губернатора Московской области, который сказал, что без спорта немыслимо будущее. Ведь он закаляет волю и характер, а это всегда движение вперед. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов и Ольга Садовская. Видно ТВ.